МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Встретиться с ветеранами Великой Отечественной, посетить с увлекательной экскурсией Центр социального обслуживания населения и подробнее узнать о проекте ИПРА-навигатор. По последним двум пунктам стараемся опередить события. Сегодня у меня в студии Елена Лыкина, директор Центра социального обслуживания населения. С ней мы поговорим о том, что же такое ИПРА-навигатор и о том, какие услуги лабутнанцы могут получить в Центре. Елена Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Но мы о проекте ИПРА-навигатор поговорим обязательно чуть позже. Сначала позвольте поинтересоваться, как дела в Центре социального обслуживания населения, какие у вас новости? У нас отличные дела. Новостей у нас очень много. Я боюсь, если я буду про все рассказывать, нам не хватит передачи. На ваше усмотрение самую актуальную. У нас всегда очень много идей. И одна из этих идей очень затратная по финансам, но о которой мы давно мечтали. После недавно прошедшего проведенного департамента проектной сессии, одна из этих идей была поддержана Елена Владимировна Карпова, директора департамента. И вот сейчас мы на пороге ее осуществления и продумываем детали. За весу тайны нельзя открыть? Открою за весу тайны, да. Мы понимаем прекрасно, что общаемся с людьми, которые к нам обращаются. И одна из таких очень важных проблем, которая, на наш взгляд, пока не решаема в нужных масштабах, это проблема трудовой занятости инвалидов. И мы прекрасно понимаем, что пока ребенок инвалид до 18-летия, он каким-то образом социализируется, потому что он обучается в школе, или на дом к нему ходят педагоги, и каким-то образом он не потерян для социума и взаимодействует с людьми, то после достижения 18 лет большая часть, к сожалению, людей остается дома с близкими родственниками, если они есть, или в каких-то домах стационарных, и социальные связи рвутся. Не хватает общения, не хватает взаимодействия. Очень многие из них могли бы и хотели работать, но в силу достаточно серьезных ограничений они не могут на такую работу устроиться. И мы очень давно вынашивали идею организации таких интеграционных, производственных, мастерских для инвалидов по разным направлениям, с тем, чтобы кого-то частично трудоустраивать, кому-то помогать, возможность давать социализироваться, и потом обращаться к работодателям, что вот вам готовый работник. В зависимости от степени заболевания, в зависимости от того, как люди готовы, насколько они могут. Все это решается, частичная трудозанятость или полный рабочий день. Кто-то, наверное, готов научиться какому-то ремеслу и выходить на открытый рынок, и самостоятельно заниматься, создавать какое-то мелкое предприятие частное. Мы готовы в этом помогать. Мы очень хотим, чтобы такие мастерские у нас заработали, и пока у нас есть все, есть желание, есть поддержка руководства, и я думаю, что понимание есть у всех, что это действительно необходимо, пока нам не хватает помещений. Вот сейчас это самый насущный вопрос. Но эта проблема действительно, ее давно, вернее, пытаются решить, и в свое время были созданы так называемые квотированные рабочие места. Но какой-то эффект вышел из этого, но не тот, которого хотелось бы достичь. Да, это немножко другой момент. Квотированные рабочие места для инвалидов, это для людей, у которых не такие серьезные ограничения, которые могут и социально адаптированы, которые могут работать с частично облегченными условиями труда. А мы говорим сейчас об инвалидах и о людях, у которых ограниченные возможности, серьезное здоровье. Вплоть до того, что есть даже проект такой на уровне страны, о том, чтобы организовать такие интеграционные мастерские для инвалидов с ментальной инвалидностью, для инвалидов, которые 90-95% деятельности, за которых будут выполнять наставники. То есть с помощью 90% помощи наставника. Но это все равно собственного труда, осознание возможности приносить пользу задействованности в каком-то труде. Я думаю, что это очень комплексный проект. Я пока рассуждаю со своей стороны, со своей точки зрения. Моя задача сдвинуть и начать что-то в этом роде делать. Мне кажется, что здесь и департамент занятости бы поддержал, потому что у них есть различные программы, которые могут поддерживать такого рода деятельность. И работодатели были бы заинтересованы, если бы мы готовых людей выводили к ним и приводили. Говорили, что да, вот он социализированный, с ним там поработали психологи. Он понимает, как взаимодействовать в коллективе и не оторван от социума. Я очень надеюсь, что, это я уже мечтаю, что такие мастерские будут даже доход приносить. Но смысл-то самый главный не в этом. Смысл в том, чтобы государство выполняло свою функцию по поддержанию людей, которым эта поддержка необходима. А вот кроме органов государственной власти, кого вы видели бы в рядах помощников в реализации этого проекта? Я думаю, что органы государственной власти, это только такой первый шаг они нам позволят сделать. А дальше, мне кажется, что без волонтеров, без некоммерческих организаций, без помощников, которые действительно хотят этим заниматься и готовы помогать людям, нам, конечно, не обойтись. Я очень надеюсь на широкую поддержку вообще всех горожан, всего населения, потому что, мне кажется, не стоит даже вообще говорить о том, насколько важен этот проект. Ну, действительно, хорошая новость, с которой мы сегодня начали. Мечты. Мечтаем пока что. Прошлой осенью Центр социального обслуживания населения отметил свой первый юбилей. В принципе, пять лет, ну, кажется, срок не очень большой, хотя ваш коллектив за это время успел так прочно встать на ноги. Насколько, на ваш взгляд, существенная разница между ЦСОН 2013 года и 2019? Это вообще два разных учреждения. Потому что в 2013 году это начиналась работа только одного отделения, домного обслуживания, ну, там отделение профилактики. Это было там в четыре раза меньше людей работало, которые, от того количества, которые работают сейчас. Это практически, ну, не было помещения, спасибо управлению соцзащитой, да, там, пригрело в двух комнатках. Вот. А мы прошли за это время большой путь. У нас был капремонт, который тянулся два года. Мы то заезжали, то выезжали, то у нас там потолки рушились, чего только не было. Но сейчас я могу с уверенностью сказать, что мы вот прям... Не могу сказать, что добились всего, чего хотели. Этого невозможно, потому что всегда ходить надо больше, чтобы иметь возможность развиваться. Но мы очень многого добились. Ну, можно гордиться уже итогами этой пятилетней работы. Давайте с вами постараемся перечислить категории граждан и спектр проблем, с которыми могут к вам обратиться люди. Это сложно. Мне легче, наверное, перечислить, с чем к нам нельзя. Да. Ну, давайте. К нам очень часто обращаются по поводу различных выплат. Вот с этим не к нам. Это в управление соцзащиты. Все остальное, вот если человек понимает, что в жизни у него есть какая-то проблема, он не может ее решить, он может прийти к нам. И если даже мы не решаем эту проблему, мы знаем, кому его направить, мы знаем, как посодействовать, как проводить, как подсказать и помочь человеку, куда ему стоит обратиться. Да, я хотела сказать, да, это вот, если так, ну, комплекс на образно, это такое сопровождение тех, кто нуждается в помощи. Даже услуги наши очень часто называются не просто там оказание какой-то помощи, а помощь в поисках, да, предоставление каких-то маршрутов. Некоторых наших клиентов приходится водить за ручку, ну, потому что, да, все люди разные. Кто-то не может идти, у кого-то там ментальные способности не позволяют взаимодействовать, у кого-то коммуникация не так развита, поэтому, да, мы водим за ручку. Казалось бы, для обычных людей элементарные вещи, там, сходить в МФЦ, заполнить какой-то документ. Для очень многих наших клиентов это сложности, и мы помогаем в этом. А что с оплатой? Услуги в большей своей части платные или бесплатные, и кто может получить безвозмездную именно помощь? Мы действуем в рамках 442-го закона, да, о социальной защите, социальной обслуживании населения. Дело в том, что все услуги, которые по перечню обязательному, они практически все бесплатные, ну, там есть ряд... Ну, например, какие-то? Ну, вот давайте, если говорить о направлениях, да, у нас очень большое направление это социальное обслуживание на дому, да. Надомники получают огромный спектр услуг, социально-бытовые, медицинские, там, очень много. Это реальные помощники в быту, которые могут и приготовить. Это реальные помощники в быту и медицинские сестры в том числе, да, то есть это и медицинское сопровождение. Если нужно человека сопроводить в больницу, помочь там в оформлении каких-то документов, отвезти на анализы, у нас есть социальное такси, то есть все это делается, это все возможно. Это один такой большой пласт, это как раз самое старейшее отделение нашего центра, и там работают специалисты, которые уже по много лет в основном работают, и работу свою они хорошо знают. Второй пласт, это работа с детьми. Как с детьми из семей, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, так и реабилитационное отделение работает с детьми-инвалидами, с детьми с ограниченными возможностями здоровья. То есть в рамках той же ИПРА или в рамках сопровождения, в зависимости от того, с какой проблемой к нам родители обращаются. Еще одно большое направление – это отделение профилактики безнадзорности и правонарушений совершеннолетних. Все семьи, которые находятся в социально опасном положении, которые по каким-либо причинам, временно или постоянно, не могли исполнять или не могут исполнять обязанности по отношению к своим детям, в той степени, в которой это бы не угрожало жизни и здоровью ребенка, они все под нашим присмотром, и мы все их сопровождаем, регулярно выезжаем в рейды и контролируем максимально возможно все, что связано с жизнедеятельностью детей. И в том числе стараетесь помочь им выйти из этой ситуации? Конечно. Ну, это наша основная задача. Не всегда, конечно, это получается, но это цель, к которой мы идем. Вот это три главных направления. Да. Значит, отделение психолого-педагогической помощи, оно само по себе не работает, оно работает во всех сферах, оно работает во всех направлениях. Из реабилитации у меня очень хорошо образованные психологи, они постоянно повышают квалификацию. Мы стараемся идти на гребни и разные направления захватывать. Там есть логопеды, есть много специалистов. И есть отделение приемное, срочное обслуживание, то есть когда какие-то разовые необходимые... Сейчас очень большая документация нужна для того, чтобы зачислять. Всем этим занимаются тоже отделения. Вы же еще, кроме этого, успеваете, если так можно сказать, в общественной жизни поучаствовать, какие-то акции все время организуете, благотворительность поддерживаете, как-то стараетесь быть базой. Наша задача, да, наша задача же... У нас работают люди такие, которые готовы оказывать помощь и готовы оказывать ее... Хорошо, что они получают за эту заработную плату, но даже в те моменты, когда никакой зарплаты не предполагается, мы всегда идем навстречу и понимаем, что, ну, да, вот это наша миссия. Есть такая профессия, людям помогает. Наверное, наверное, да. Вот три года назад государство дало такую установку активно привлекать некоммерческие организации в сферу социального обслуживания. Вот за это время удалось вовлечь общественников или, может быть, малый бизнес в решение этих важных и непростых задач? Ну, государству мы не вовлекали, на самом деле... Вы такими были посредниками в плане помощи какой-то, да? В какой-то степени, потому что, в принципе, по большому счету, они наши конкуренты, и я очень даже рада, что эта конкуренция существует, потому что, когда ты монополист, очень сложно заставить себя думать о каких-то прорывных проектах, о каких-то там мечтах, потому что, ну, мечтах мне никогда не сложно заставить себя думать, но это не просто потому, что тебе кажется, что у тебя все хорошо, и ты как бы вот достиг чего-то, а когда есть конкуренты, которые дышат тебе в спину, и у которых есть в какой-то степени даже больше возможностей, потому что там сейчас большое финансирование, там президентские гранты, региональные гранты, и они не ограничены какими-то... Актами нормативными, да? Да, рамками, которыми ограничены госбюджетные учреждения, и в этом смысле они свободнее, но и несвобода у них тоже есть. Они конкуренты прямые, и благодаря им мы развиваемся и растем, и мы понимаем, что мы не имеем права отставать. Ну, кого бы вы сегодня назвали своими конкурентами? Ну, конкуренты или НКО, которые работают у нас в городе по оказанию социальных услуг, именно у нас только реабилитационный центр жизни, это единственный конкурент, ну, не конкурент, НКО, который реально предоставляет социальные услуги, у которого есть достаточно оборудования, ну, на мой взгляд, недостаточно опыта, но все это приходит со временем. Вот, и я знаю, что сейчас, вот, с Нового года начали работать еще две общественные организации. Это региональная общественная организация по защите, по социальной защите и социальному отслуживанию населения «Маяк», и региональная общественная организация ветеранов Полярно-Уральской географической экспедиции. И у них тоже есть в планах оказание социальных услуг разного рода, они же разные бывают услуги, но их деятельность только начинается. Вот если о центре жизни, так вернуться к нему, все-таки, ну, я бы сказала, что он-то зарождался тоже в ЦСУ, он по большому счету. Ну, да, мы поддерживали, и все это было на нашей базе в том числе, но потом они решили отделиться и пойти в самостоятельное плавание, да, удачи. Давайте вернемся к проекту и про навигатор, о котором я сказала в самом начале, да, и думаю, что, ну, такой, очень большой части населения, вот эта аббревиатура ИПРА, она знакома. Тем не менее, не все владеют терминологией. Давайте расшифруем эту аббревиатуру. Это индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалидов. Так вот, ИПРА-навигатор, что же это такое все-таки? Ну, наверное, стоит начать с базовых понятий. Что такое вообще ИПРА, для чего она нужна эта программа, откуда она берется. То есть, если человек или является инвалидом, или находится в процессе оформления инвалидности, он заканчивает, как бы, вот эти все документальные проверки, да, заканчиваются консультации в Бюро медико-социальной экспертизы. То есть, когда собраны все документы медицинские, там еще очень много различных справок и документаций. И вот это Бюро медико-социальной экспертизы, выслушав все проблемы человека, подняв все документы, оно составляет ему такую программу. Эта программа затрагивает разные сферы деятельности человека и работают с этой программой как муниципальные, так и государственные учреждения по различным направлениям. Это управление физкультурой и спортом, это учреждения социальной защиты, это медицинские больницы, это центры занятости. То есть много разных сфер, которые, там, федеральное управление ФСС, да, то есть в зависимости от того, какие необходимы реабилитационные или абилитационные мероприятия для человека. Реабилитационные – это мероприятие, которое способствует выздоровлению, а абилитационные – приспособлению к тому, если что-то невозможно уже исправить, как человеку приспособиться с этим ограничением в дальнейшем существовать. Это Бюро медико-социальной экспертизы, выдают такую ПРА. Человек берет ее и очень редко кто понимает, что ему с этим делать, куда ему с этим идти, как ему это может пригодиться и каким образом ему взаимодействовать с таким большим количеством различных учреждений. Тем более, что каждое из этих ведомств, которое указано в этой программе, оно издает свой приказ. То есть к нам, с департамента соцзащиты, приходит приказ о том, что вот есть и ПРА. Вот такие-то мероприятия этому человеку в соответствии с этой ПРА можно предоставить. Мы формируем этот перечень или письмами, или развозим, и человеку отдаем эти мероприятия. Любая работа по и ПРА, она носит заявительный характер. Мы пытаемся уходить от этого, но мы не можем насильно сказать человеку, приди к нам, мы тебе поможем. То есть пока, грубо говоря, человек-инвалид-колясочник не пришел и не сказал, пожалуйста, дайте мне новую коляску. Ему никто не предложит. Новую коляску в ФСС это немножко другая сфера. Ну, например, вот какой можем пример привести? Ну, вот, например, не знаю, человек после инсульта, у него там есть инвалидность, в какой-то степени ограничения. И он даже не знает, что вообще в принципе он может в нашем конкретном городе, если мы об этом говорим, получить. Потому что перечень услуг большой, но в разных городах они, в зависимости от того, какие есть специалисты, какие есть возможности у города, у учреждений, они предоставляются или не предоставляются. И человек, получив эту программу после инсульта, он не знает, например, что он может прийти к нам, и у нас чудесные логопеды работают по восстановлению речи. И реально помогают. И очень много инсультников сейчас к нам приходит. Но я точно знаю, что это, наверное, треть от тех, кому эти услуги могли бы быть востребованы и готовы. Потому что люди просто не знают, куда идти, и не знают конкретно, что они могут получить. А ведь бывает такая ситуация, когда как раз-таки тот же инсультник вообще не может ходить, и он заперт дома. Да, и это тоже бывает. И есть большое количество, например, ситуаций, ну вот я уже приводила неоднократно, необходимы услуги ЛФК. Для очень многих необходимы. Очень сложно найти специалиста, очень сложно его ввести в штат. Но это, в принципе, возможно. Нужно только понимать, насколько эта услуга будет востребована. И если бы вот каким-то образом можно было собирать данные, люди бы писали, нам нужна эта услуга, нам нужна эта услуга. Узнать потребность, да? Да, что узнав, что эта потребность необходима, общими усилиями было принято бы решение каким-то образом находить. Ну, это одна из услуг, о которой я сказала. Их много, и это разные направления. Потом есть очень важная вещь, когда человек впервые оформляет инвалидность, он вообще в принципе не понимает, что его ждет, и что он может требовать от Бюро медико-социальной экспертизы. Для чего вообще это происходит, да? Понятно, что Бюро медико-социальной экспертизы это федеральная структура. У них есть шаблоны, но у человека всегда есть возможность или не подписать эту программу, или сказать, я хочу вот такие-то, такие-то изменения, если они соответствуют нормативам, они внесут им эти изменения, и тогда в соответствии с этой программой эти услуги будут человеку предоставляться. Вот для того, чтобы люди все вообще в принципе понимали, что это такое, как в этом во всем плавать, вот этот пронавигатор и был задуман. То есть чем навигатор реально сможет помочь? Вот возьмем конкретную какую-нибудь там, Марию Иванову Иванову. Она впервые оформила инвалидность, и допустим, что и пронавигатор уже существует в идеале, да? Что она прямо вбивает в свое имя, фамилию, отчество и узнает из себя что-то. Мария Иванова, я так подразумеваю, что это человек, наверное, пожилого возраста. Ну, допустим, да. И ограниченные возможности его здоровья могут быть ограничены до такой степени, что зайти в интернет, даже просто нажать эту одну кнопку, о которой мы мечтаем, ей тоже будет сложно. Вот этот пронавигатор мы как раз и планируем рассчитывать на большое количество разных людей, и в том числе, и на тех, которые не будут понимать, куда им нажимать на какие кнопки, как им там что-то. Они просто захотят по-человечески, чтобы им объяснили. Человек, не машина, да? У нас много людей, которые не любят, не хотят и не могут общаться с машиной. Куда мне идти, и что мне можно вообще с этим сделать? И в этом пронавигаторе предусматривается не только компьютерная, да, там, на портале, да, где можно будет, нажимая эту одну кнопку, выбирать себе услуги, вплоть до того, что составлять расписание посещения разных учреждений в зависимости от того, как специалисты там будут свободны, предполагается наличие еще и живых людей, которые будут сопровождать и которые будут объяснять людям, которые или оформляют инвалидность, или уже оформили и не знают, как им получить эти услуги. По большому спектру разных направлений они будут помогать им, вплоть до того, что они будут за них заходить. Вот это про навигатор и спрашивают, вот это вот надо, вот это надо, а что бы вы хотели? То есть это такой комплекс и просвещения, и сопровождения, и живыми людьми, и в том числе к каким-то интернет-платформе. Конечно, мы надеемся, что по большей степени это все будет происходить все-таки на том самом городском портале, о котором мы мечтаем. Но не нужно сбрасывать со счетов и людей, которые не смогут обратиться туда, и которым необходимо живое участие. Что нужно для того, чтобы этот проект заработал? Ну вот в принципе, сейчас уже практически ничего не нужно, но я понимаю, что нужно финансирование, потому что эти люди, которые будут объяснять, это что-то типа какого-то отделения в управлении соцзащиты планировалось, и понятно, что под него нужно планировать финансы этих людей содержать и платить им заработную плату. А что касается электронного и про навигатора, вот та самая проектная сессия, которая началась осенью, она предусматривает большое количество разных групп, и все из этих групп работают по разным направлениям. Но там была и одна чудесная группа, на которую все очень надеются, это группа компьютерщиков, которые взялись продумать, каким образом это будет все работать. Наша задача была продумать сам проект, понять, что и как мы хотели бы, чтобы воплощалось. Мы сделали такое дерево, то есть нажимаешь на кнопку и про, понимаешь, несовершеннолетний ты или совершеннолетний, нажимаешь на следующую кнопку и простыми шагами, пошагово ты доходишь до тех самых услуг, которые бы ты хотел получать, или мог, или тебе необходимы. Все остальное, воплотить это в электронном виде, это уже, конечно, не наша задача, но я знаю, что департамент экономики принимает в этом активное участие, и департамент, который занимается информационными технологиями, тоже взаимодействует, и я надеюсь, что родится тот самый портал, эти самые кнопки, на которые можно будет нажимать. Хорошо, что вы вернулись вот к этому моменту создания самого проекта. я как-то упустила. Ну, кроме того, что вы, скажем так, саккумулировали эту идею, да, конкретно вы, выросла эта идея вот в целый проект, как раз-таки благодаря этой проектной сессии, в которой участвовали, как вы сказали, да, специалисты самых разных направлений, и всем вместе вам удалось вот эту идею... Вообще идея сама по себе я тоже пыталась вспомнить, откуда она. Я вспомнила, что в прошлом году у нас была коллегия департамента, и тоже была проектная сессия, где были только руководители учреждений социального обслуживания. И я была в одной из групп, и эта группа решала задачу как раз потому, каким образом мы сможем помочь инвалидам лучше получать услуги, качественнее и больше. И там был такой большой, серьезный проект. Одна из важных целей, которого была вот как раз продумать о том, как бы можно было сделать это все, облегчить это все людям. И оттуда уже с этой идеей я вот вышла как раз к этой проектной сессии, которая была у нас осенью. И спасибо большое, меня поддержали. Нам сделали группу, состоящую из всех сфер, которые задействованы в реализации ПРА, потому что каждый в своей сфере мы понимаем, а нюансы там в больнице, нюансы еще где-то, это сложно, потому что у всех свои регламенты. И вот эта группа усиленно работала всю осень, и много что удалось сделать. Я надеюсь, что все это будет реализовано в следующем году. Точно. Я только хотел спросить, можем ли мы назвать примерную дату? Я надеюсь, что до конца года какие-то подвижки будут. Но тут очень много зависит от разных факторов, которые, к сожалению, не от нас зависят. Но, по крайней мере, есть идея, есть воля к ее воплощению, и есть очень важное понимание руководства, что это необходимо, и они дают нам зеленую улицу. Но мы говорим о том, что этот проект будет реализован именно в нашем городе. Это будет и про навигатор в городе Лабытнанге с актуальными данными для нашего города. сейчас про наш город. Мы понимаем, что думать за весь округ, я не знаю, или еще за всю страну нам сложно, но если это будет реализовано на базе нашего города, отработано, поняты все механизмы, почему нет, мы готовы поделиться этим опытом со всеми, кому это будет необходимо. Елена Сергеевна, на завершение нашей беседы оставляла вопрос о планах и перспективах. Понимаю, что мы с вами, собственно, весь наш диалог из этого, собственно, и состоял. Но, может быть, осталась еще какая-то менее глобальная идея? Нет, у нас есть идеи, у нас очень много. Я всегда прошу своих сотрудников, прям вот у меня есть планерка, на которой я говорю, а сегодня мы помечтаем. Причем, чем не ограниченнее вашей мечты, тем мне будет интереснее, потому что я должна понимать, куда, в каком направлении мы будем идти. И я понимаю, что одно из таких направлений, несмотря на то, что НКО их осуществляет, но это вообще такая бездонная бочка, я бы сказала, в которой нужно работать еще и работать, это реабилитационные услуги, потому что и детям-инвалидам, и детям с ОВЗ, и взрослым людям-инвалидам большое количество, они нуждаются в этих реабилитационных услугах. И мы сейчас пытаемся развиваться в этом направлении. И да, у нас есть ограничения по финансированию, но есть огромное количество разных механизмов. И вот мы в этом году поучаствовали, группа специалистов, которые поняли, что, например, нам необходима сенсорная интеграция в центре. И это важное, очень такое качественное реабилитационное мероприятие, которое на самом деле дает очень хорошие результаты. по отзывам специалистов, по отзывам родителей и детей, мы поучаствовали в инициативном бюджетировании. У нас группа выиграла гранты. И вот позавчера произошла отгрузка этой комнаты сенсорной интеграции. У нас она скоро будет. Я надеюсь очень, что к середине мая мы ее прям точно уже поставим. И специалист у нас отучился, и приехал в абсолютном восторге, и сказал, что на самом деле это великолепная методика, прорывная, и мы очень надеемся, что мы сможем охватить большое количество детей и тех, кто нуждается, и тех, кто может только находиться в стадии какого-то зачаточного состояния, такого, которое может привести, а может не привести к каким-то нарушениям. Мы готовы им оказывать такое слово. Ну, в общем, вы на деле демонстрируете, что принцип все, что можно себе представить, можно осуществить, он работает. Я всегда считаю и говорю, что не надо мне говорить нет. Ты мне скажи да и найди пути как. Вот невозможно найти никак. Всегда есть выход. Если не один, то коллективный разум все равно найдет какие-то пути, как решить любую проблему. Спасибо большое, Лена Сергеевна. Я вам желаю неограниченных мечт. Спасибо. Чтобы все планы сбывались, потому что, ну, действительно, все ваши задумки, они направлены на то, чтобы жизнь горожан, в том числе, особых категорий становилась лучше. Можно я еще расскажу? Есть у нас еще две минутки? Да, безусловно. У нас была пятница вообще необыкновенная, когда пришел к нам человек и сказал, мы давно мечтали о кислородном коктейле, и чтобы мы могли вообще, ну, это деньги, которых у нас пока не было, они не находились никак. Пришел человек и говорит, а мы готовы вам подарить кислородный коктейль. Просто так. Он принес его нам в упаковке, поставил, сказал, мы вам дарим. Это было не пятница, а просто какое-то счастье. А после обеда нам сказали, что у вас скоро будет 3D-принтер, о котором мы тоже давно мечтали, вам его привезут буквально на следующей неделе. То есть... Наш совет сегодня мечтаете. Мечтаете. Спасибо большое. Я напомню вам, уважаемые телезрители, что все выпуски программы «Темы» вы можете без труда найти на просторах интернета, на нашем сайте, его адрес www.lbtdfiz.ru.ru Там же доступны и наши новости. Ну, а узнавать о городских событиях, кроме того, можно и в наших группах во всех популярных социальных сетях. Мы есть в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках. В общем, где вам удобно, заходите, пишите. Мы будем рады. Спасибо за внимание и до встречи на канале Лабутнанского телевидения. Редактор субтитров А.Семкин